Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу». Меня зовут Сергей Чернышев. Четыре социологические компании, Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс», Киевский международный институт социологии, социологическая группа рейтинги и Центр Разумкова провели исследование при поддержке Всеукраинской общественной организации «Комитет избирателей Украины». Об отношениях к ключевым проблемам Украины и электоральным настроениям украинцев поговорим сегодня с политическим аналитиком Владимиром Цибулько. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! И сразу про интересные цифры. Социологические исследования проводились с 28 октября по 14 ноября. Опросили 20 тысяч респондентов во всех областях Украины без учета Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской области. Так вот, как распределились симпатии украинцев в отношении потенциальных кандидатов в президенты? Рейтинги кандидатов на президентских выборов, если бы у президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье. Петр Порошенко. За него готовы проголосовать 9,8% респондентов. Второе место занимает Юлия Тимошенко 8,8%. Третье место – Святослав Вакарчук 7,4%. Показатели других кандидатов выглядят так. Юрий Бойко 5,7%, Анатолий Гриценко 5,6%, Вадим Рабиноид 4,8%, Олег Лешко 4,6%. Вопрос. Ну, во-первых, президент лидирует, сейчас это обсудим, но у меня вопрос к Святославу Вакарчуку, точнее, по Святославу Вакарчуку. Откуда взялся вообще он в этом рейтинге? Он не заявлял о своих президентских амбициях пока. В принципе, он о политических амбициях, по-моему, сейчас не заявлял. Он был однажды народным депутатом Украины. Да, такое было в 2007 году, если я не ошибаюсь. Они все были в одном созависии. Вот. А, ну вот, собственно, да. Откуда здесь Святослав Вакарчук? Дело в том, что кроме такого внутри политклассового конфликта, есть еще конфликт поколений. И Вакарчук стал лицом молодежи, которая начинает артикулировать свои политические желания, но пока не нашла формулу. Это такой себе, ну, в этот момент он, пока месть, кандидат против всех. Если найдется рациональная формула, а Вакарчуку все равно придется топтаться на правом фланге, то, скорее всего, это будет просто, ну, запрос поколения на свою политическую артикуляцию. Дело в том, что это не претензия на президентство. Это претензия на политическое представительство в следующем парламенте. И, скорее всего, лицом вот этой претензии стал Вакарчук. Стал Вакарчук. А если, хорошо, тогда у меня следующий вопрос. А почему тогда сейчас Вакарчук, например, ну, если посмотреть его Твиттер или сообщения в Фейсбуке, он реагирует достаточно запоздало. Там, два-три дня, не пишет нечто такого из ряда вон выходящего, либо какие-то, ну, супероригинальные месседжи. Он действительно готовится стать президентом? Потому что в последнее время, я все чаще читаю, слушаю, на эфирах обсуждается кандидатура Святослава Вакарчука. Почему? Откуда? Ну, я объясню, откуда эта идея. Дело в том, что Украина зависла в таком формате определенного двоевластья. Ведь президент – это верховный главнокомандующий и руководитель внешнеполитического вектора. Соответствует ли этим требованиям Вакарчук? Нет. Но в случае дрейфа в сторону парламентской республики политический класс согласится на определенную ритуальную фигуру на должности президента. Чтобы эти полномочия президента за следующую каденцию распределились между парламентом, кабинетом министров, ну, и другими там институциями, например, тем же Конституционным судом. Ну, это просто гипотетическая фигура на запрос на парламентскую республику. Ведь в чем дело? Часть олигархических групп влияния, она понимает, что… Ну, у нас же парламентская, президентская сейчас форма. Да, эта модель, скажем, медленного вытеснения олигархата из сфер влияния, она все равно закончится поражением олигархата. Ну, просто мир строит новый запрос на новые модели… Нового лидера, скажем так, да? Не столько президента, сколько нового лидера. Либо все же нового президента. А дело в том, что олигархат себе, ну, скажем так, моделирует нового лидера, как мощного администратора. Кстати, Петр Порошенко, президент действующий, он довольно опытный и жесткий администратор. Но он, скажем, в модели управления нынешней, он просто занимается жестко армией, как верховный главнокомандующий, и международными отношениями. Он не лезет в экономику, он… Ну, где его, скажем, миссия нужна, например, судебная реформа. Вот там он подключается в силу… Кстати, а скажите, почему в этом рейтинге нет, гипотетически даже, в лидерах Владимира Гройсмана, нынешнего премьер-министра? А он был в одном из предыдущих опросов, он был. Дело в том, что Гройсман, как руководитель исполнительной ветви власти, он четко понимает, что его амбиции и его сила – это коалиция. Коалиция не будет играть при мощном и таком универсальном действующем президенте, коалиция не рискнет играть в теневые игры и выдвигать какие-то новые фигуры. Вот недавно был съезд Народного фронта, и когда там появился пример Гройсман в сопровождении Артура Герасимова, лидера фракции БПП в парламенте, почему-то Артура Герасимова не заметили. Заметили премьера. Почему? Но это же был приход коалиционного премьера на съезд одной из коалиционных партий в сопровождении лидера фракции другой партии. Но тоже коалиционной. Да, тоже коалиционной. Это просто жест доброй воли, и за этим никаких интриг не предвиделось. Но, во всяком случае, в политике начали сотрясать всякие догадки, что это значило. Что хочет показать Арсений Яценюк таким приглашением. Во всяком случае, я скажу, что в одном из опросов несколько недель назад Гройсман действительно фигурировал, и его рейтинг был выше мэра Львова-Садового, что, в принципе, очень интересно. Потому что, скажем, электорат Гройсмана, он не вываливается из общего массива электората Петра Порошенко. Он, может, более рыночный, может, более проевропейский, может, немножечко более динамичный электорат Гройсмана. Но он целиком вкладывается в формулу, такую широкую формулу поддержки действующего президента. Но, однако, строит имидж крепкого хозяйственника все время. Ну, во всяком случае, он поставлен в такие условия, что он должен быть успешным руководителем. Потому что его поражения мелкие, они очень сильно ударят и по коалиции, и по президенту. По ожидаемым первым двум местам, потенциальным, я имею в виду, 9,8% у Петра Порошенко, 8,8% у Юлии Тимошенко. То есть, я так понимаю, что таким образом из этого рейтинга формируется второй тур из этих двух кандидатов, да? Идет борьба за второй тур, и я бы не исключал и Бойко, и Ляшка, и Рабиновича из этой конфигурации. Потому что при таком маленьком разрыве в финал может выйти неожиданно любой из, скажем так, следующей тройки. Но тут я хочу напомнить один еще показатель, очень важный. Из тех, кто придет на выборы, за Петра Порошенко проголосуют 16,8%. За Тимошенко там уже меньше, там 14 где-то. И этот разрыв более убедительный, потому что из определившихся, как раз именно определившихся, есть тем ядром, которое приведут сомневающихся на участки избирателей. Я как раз хотел сказать, что при этом 21% избирателей на данный момент не знают, за кого отдать свой голос, и почти 18% вообще не планируют участвовать в голосовании. Но это демократия. И еще есть цифры. Наиболее актуальными проблемами для большинства опрошенных являются Война на востоке Украины, больше половины, 51,3%. Социально-экономические проблемы, рост цен, 37%. Низкий уровень зарплат или пенсии, 36%. Далее идет уже безработица, 27,1%. Высокие коммунальные тарифы, 26,9%, почти 27%. Ну вот, собственно, мы видим пять наиболее актуальных проблем для Украины. Ну, теперь на эту матрицу накладываются возможности каждого кандидата. Да. И здесь... Ну вот смотрите, Война на востоке Украины, это президент Петр Порошенко. Это президент, это главный главнокомандующий. Рост цен, это премьер-министр. Рост цен, это премьер-министр и коалиция. Низкий уровень зарплат или пенсии, 36%. Это снова премьер-министр. Повышение было пенсии только что. Повышение пенсии, тем более в этом году было повышение зарплат для военных, для службы чрезвычайных ситуаций. Ну, такими разными стратами, разные сегменты экономически активные получают надбавки. Одновременно невозможно поднять всем, но чтобы понимать цифры увеличения уровня пенсий, ну, при средней пенсии где-то 1400-1500 гривен, на 500 гривен была поднята в среднем пенсия. Ну, кто-то получил больше, кто-то меньше. Даже люди обижаются, что 8 или 10 гривен получили. Но, во всяком случае, в среднем по палате, это впечатляющая цифра, это почти 30% увеличения уровня пенсии. То есть, в целом, должны быть довольны. Да, и отзывы, ну, во всяком случае, ну, скажем так, эмоции людей, они немножечко начинают переадресовываться из удовлетворения от этой волны повышения пенсии к неудовольствию от цен на ЖКХ и на... На ЖКХ. Ну, цены определенные на определенные виды продуктов растут. Ну, то есть, небольшая инфляция, о которой мы говорим традиционно с повышением социальных. Да, конечно, это повышение не во всем перекрывает инфляцию, но, во всяком случае, оно создает какие-то уже, ну, такие кластеры успеха. Есть определенные страты и определенные территории, которые начинают чувствовать себя экономически более здорово, чем другие территории. Так вот, еще о позитиве коротко хотел успеть рассказать. Из положительных изменений, которые за последний год произошли в местах проживания респондентов, значительный процент опрошенных обратили внимание правильно на ремонт дорог 44,9%, почти 45, можно сказать, повышение пенсий 27,3% и улучшение благоустройства городов и сел 26,6%. Кстати, повышенные пенсии на момент проведения следования получили 55,8% семей, то есть более половины уже получили пенсии. Но самое интересное, что как раз реформа децентрализации, вот это продукт деятельности самого Гройсмана, премьера. Он еще был вице-премьером, и он стоял у руля этой реформы. И теперь пришло время, когда ему надо ее реализовать. И во главе Верховной Рады тоже продвигал эту тему, тоже очень активно. Ну, во всяком случае, архитектором этой реформы есть он. И во всяком случае, успех этой реформы, он распределяется среди всех участников этой реформы. Ну, коалиция, кабинет министров, президент и самое главное, местное самоуправление. Ведь эта реформа при таком оживлении экономики территории, объединенных территориальных громад, она забирает с улицы огромное количество людей, экономически активных, которые, по сути, рассчитывали после Майдана получить, ну, какой-то льготный режим для малого-среднего бизнеса. Но во всяком случае, премьер Яценюк не пошел на это. И это была огромная ошибка. Об этом множество экспертов говорили. Но, тем не менее, премьеры и бывшие, и нынешние друг другу расскажут комплименты о том, как все было правильно сделано. Ну, это такой политез. Но, во всяком случае, мы видим, когда сейчас кабинет министров пишет закон о запрете проверок малого-среднего бизнеса. И Верховная Рада голосует и... Стоп, маски, шоу. Да, он как раз получил такой мем маски, шоу, стоп. Что силовики не могут проверять без... 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 Видео, аудиофиксации. Без адвоката предприятия. Без адвоката. Но, во всяком случае, силовики выключаются... Ну, во всяком случае, уже год налоговая милиция не задействована нигде. И сейчас силовики выключаются из такого перераспределения активов. Кстати, случайно ликвидировали налоговую милицию, судя по всему. Но сейчас не об этом. Меньше минуты у нас остается. У меня еще один буквально вопрос. А как так, например, что все жалуются на дороги плохие и все обратили внимание на ремонт дорог? Все обратили, потому что во время войны, если сопоставить с успешным годом 2011-2012 подготовки к Евро-2012, так вот за этот год отремонтировано дорог больше, чем в 2012 году, когда в Украину пришли большие кредиты именно для подготовки Евро-2012. Спасибо вам за интересное разъяснение. Я напомню, что гостем студии лицом к лицу был политический аналитик Владимир Цибулько. Меня зовут Сергей Чернышев. Это телеканал Юэй Тиви. Не переключайтесь.